К сожалению или к счастью, группа Callplay сейчас это не та группа Callplay, которая 20 лет назад выпустила дебютный альбом Parachutes. Существует определенная когорта фанатов, которая считает, что лучше, чем первый, второй, третий, четвертый альбомы, нужно подчеркнуть, группа не делала. И, наверное, я отношу себя к этой же когорте, слушаю первую четверку, плюс недавний Everyday Life. Но, несмотря на это все, каждая пластинка группы имела огромный, огромный коммерческий успех. Я специально на этом акцентирую внимание, чтобы вы поняли, почему Callplay делают именно то, что они делают в последние 10 лет. Всем привет, друзья! Андрей уши в огне. Сегодня в честь юбилея Parachutes поговорим именно про него, а поговорить и есть про что. В комментариях к данному видео напишите свое мнение касаемо Callplay, как познакомились, как вам Parachutes. Обсуждаем вместе, как всегда. Если же вы смотрите мои видео впервые, обязательно подпишитесь на Уши в огне. Я регулярно здесь рассказываю про различные важные ценные классические альбомы, а также про самое интересное из мира современной музыки. Короче говоря, что-то полезное для себя на этом канале вы точно найдете. Callplay существует с 96-го года. Изначально они назывались Pectorals, потом переименовались в Starfish и потом уже Coldplay. Такое название им предложил Тим Кромптон, просто какой-то местный студент, видимо, какой-то их там коллега знакомый, который использовал это название для своей группы. Ну и взяли, прижилось, получилось хорошо. Удивительный факт, но состав группы Coldplay не менялся ни разу. Никогда. В самом начале была крохотная история о том, что Уилла Чемпиона выгоняли по каким-то странным причинам. Но это было вот буквально там на несколько дней. Короче говоря, Крис поссорился с Уиллом, вот и не было Уилла некоторое время в составе коллектива. С тех пор группа играет вот в том виде, в котором она появилась и собралась изначально. До парашютов у группы вышло два мини-альбома. IP-шка Safety в 98-м, IP Blue Room в 99-м и Single Brothers and Sisters тоже, по-моему, в 99-м. И вот в этом моменте я готов вас заверить, что мир бисайдов, синглов, каких-то там альтернативных версий треков группы Coldplay, это прям отдельный музыкальный мир. И я настоятельно рекомендую вам с ним ознакомиться. Что для этого нужно сделать? Вы просто открываете все синглы, доступные в Apple Music, ну и, наверное, на других стриминговых площадках тоже. И у каждого сингла будет один или два крутых бисайда, гарантированно. Мои любимые это Animals, это Murder, это Quest of Waves, 1.36. Эти треки никогда нигде не ретировались, не были на альбомах. Это именно бисайды с синглов. И они правда-правда серьезно заслуживают вашего внимания. Ровным счетом, как заслуживает вашего внимания и первые пишки, и первый сингл, они довольно сыроваты по звучанию, но классные. А еще у них же была демка. Демка 1997 года, там был трек, который назывался Oda Desodorant, O2 Deodorant. Почему я так много знаю про вот эту часть Coldplay? Потому что году в 2007, 2008, 2009, 2010 я очень любил и очень много слушал этот коллектив. А я, как вы поняли, люблю копнуть вглубь. И вглубь Coldplay я тоже копал. И правда, у них очень много крутых треков, которые в итоге не оказались ни на одном из альбомов. При этом эти первые пишки, макси сингл, демки забавны еще тем, что на них слышно, как группа не обладает еще очень хорошим исполнительским навыком. Некоторые друзья и коллеги Coldplay того времени в интервью говорили, что ребята несколько раз либо перерабатывали свои треки, либо перерабатывали их живое исполнение для того, чтобы они не звучали как долбанная какафония, а как-то более-менее цельно. Короче, группа Coldplay целенаправленно подходила к нарабатыванию своего исполнительского и музыкального профессионализма. Когда Perishut только увидел свет, он сразу же занял первое место в британском билборде. Впоследствии в Британии он стал 9 раз платиновым, дважды платиновым он стал в Штатах и, по-моему, 3 или 4 раза в Австралии. Почему про это нужно говорить? Потому что этот альбом считается одним из самых успешных дебютов среди всех мировых групп вообще когда-либо. Группа Coldplay стала известна именно из-за своего первого альбома, а если быть более точным, из-за своего первого сингла с этого альбома, песни Yellow. Если же говорить про жанровую составляющую Perishuts, то по факту это финальный виток брит-рока 90-х, замешанный на всех инди-жанрах и альтернативе того времени с небольшими крохотными, вот буквально вкраплениями фолка. Если мне кто-то вот сейчас в мои 29 лет подобным образом описал бы альбом, я бы сказал, а, понятно, спасибо, можно не слушать. Но это та редкая ситуация, когда это сочетание удалось у группы прекрасно. При этом, фан-факт, сами Coldplay и, по крайней мере, Крис Мартин точно говорят, что они недовольны этим альбомом совсем, они практически не играют с него треков, кроме Yellow и Scientist, если мне память не изменяет на своих концертах. Потому что они считают его плохим. Но мне абсолютно по барабану, что они там себе считают. У альбома есть особое настроение, как всегда бывает у различных крутых и интересных знаковых записей. С одной стороны, оно меланхолично и флегматично, а с другой, такое довольно бодрое и приподнятое. И по факту я готов этот альбом назвать спокойным, в самом хорошем смысле этого слова. Этот альбом способен как привести тебя в чувства, так и подготовить ко сну. И сделает он это с абсолютно одинаковым успехом. Большая часть треков здесь среднетемповая, это тоже играет на определенного рода успокоение. Среди них нет каких-то громких боевиков. У Yellow громкость, конечно, иногда подшкаливает в припеве, но это, наверное, один из немногих треков, которые можно назвать просто какими-то экспрессивными и громкими у Coldplay. Все остальное довольно ровное, спокойное, размеренное, красивое. В каждом треке есть какие-то запоминающиеся моменты. Будь то припев, будь то куплет, будь то бридж или какая-нибудь вступительная партия. И практически каждый трек на этом альбоме можно считать хитом. В исполнительском плане все уже на голову выше, чем на первых эпишках и демках. Вот, кстати, ради этого только стоит их послушать, чтобы понять, насколько группа выросла в плане музыкальном буквально за пару лет. Это довольно ценная информация. Лично для себя в плане крутого звучания на данном альбоме я выделяю звук гитар и баса. Бас настолько нежный и комфортный, что под него реально можно засыпать. Очень крутое звучание получилось. А гитары в целом звучат довольно, с одной стороны, изобретательно, с другой максимально в рамках всех тех жанров, которые я перечислил чуть ранее. Эффектов гора. Впоследствии гитары у Coldplay звучат по-особенному. Свой звук у группы появился, но здесь же плюс скорее в том, что они смогли очень хорошо воспроизвести все то, что в тот момент циркулировало в музыкальном мире. Альбом романтичен и романтизирован, но при этом в нем нет вот этой странной наигранной наивности, которая появилась на Майло Зелоте и на всех последующих альбомах. Это заметно, это ощутимо. Альбом от этого ощущается реалистичным, честным и мечтательным, но в то же время мечтательность это такая довольно приземленная. Из-за этого альбом ощущается живым не потому, что он какой-то невероятно бодрый, веселый, позитивный, взрывной, а потому, что он, ну, как в реальной жизни ты чувствуешь те эмоции, которые испытывает человек и понимаешь, в каких моментах своей жизни ты мог испытывать примерно то же самое. По моим ощущениям, вот только недавно на Everyday Life группа вернулась к вот этой самой атмосфере адекватной серьезности, и я это очень даже оценил. Если не смотрели мой обзор на Everyday Life, ссылочка вот тут есть. Parachutes попадал в огромное количество различных списков. Лучшие британские альбомы, самые продаваемые альбомы. Но самая главная оценка, это именно лучший дебютный альбом, самый громкий, самый яркий. Вот это самая показательная характеристика Parachutes и того, почему с ним вообще стоит ознакомиться. Группа, про которую до этого никто не знал, которая ничем примечательна не была, у которой были обыкновенные музыканты, взяла и сделала. Сделала так, что платина на них сыпалась просто с небес. Также для меня это хороший показатель того, что группа была ценна и востребована даже до этой бестолковой позитивной фигни, которая началась у них в десятых годах. Из-за этого у меня возникает еще больше вопросов, почему они начали экспериментировать именно вот в эту сторону. То есть у них же количество фанатов так или иначе прирастало. Да, я понимаю, зачем группа начинает делать попсу, чтобы быть приемлемой, более широкой аудиторией и все такое. Но иногда это же реально идет во вред, точнее даже не так. Почему вот группы типа Coldplay считают, что надо начать играть попсу для того, чтобы вас слушали больше? Просто играйте и делайте то, что вы делаете. Это получается замечательно. И на этом можно очень хорошо вывести. Короче, я с одной стороны понимаю, зачем так делать, а с другой стороны все, но принять не могу. Я не могу слушать те альбомы. Я не могу слушать, как он там, этот с бабочкой альбом, Майло Зелота, High Full of Dreams или как он там назывался. Я их даже не помню по названиям. Просто потому, что они неинтересны. На каждом из них есть один, максимум два хороших трека, когда первые четыре альбома это хиты от и до первого трека. Парашютс до последнего трека Вивали Вида. Ладно, до последнего трека Проспектс Марш. Скорее даже так. Короче, я крайне сильно люблю это самое спокойствие их дебютного альбома, их Парашютс. Его размеренность, его медитативность, его вдумчивость, вкратчивость, его эмоциональность и в то же время приземленность. Тут стоит отметить, что это не самый мой любимый альбом у Coldplay, но каждый трек с него я знаю наизусть. И это значимо и показательно. Друзья, специально для вас Вов тут собрал плейлист со всеми моими обзорами и болтовней про Coldplay. Вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш личный вкус. На этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, уши в огне. До встречи в следующих видео. Пока-пока.